Всем привет! Вы смотрите, как всегда, мир глазами охотниками. С вами я, Сергей. Я выбрался на часок, посидеть с подсадной. Был я на охоте, на рыбалке недавно, но что-то как-то ничего не удавалось мне добыть, словить. Есть у нас примерно час времени. Сейчас я высажу по-быстрому подсадную. Тут на старичок воды вообще мало. Так, еще одна новость. Смотрите, прислали мне подарочек из кузницы Барк. Михаил Кузнец. Значит, смотрим. Вот такой вот нож. Я думаю, уже многие догадались, что это за форма. Это финка. Вот тут тоже написано. Клеймо стоит. Барк. Такой вот аккуратненький ножик. Симпатичный. Береза. Сталь, по-моему, 95-18. Ну, ссылку оставлю, посмотрите, кому интересно. Вполне себе аккуратненько, красивенько сделан. Ну, это, конечно, не охотничий нож финка. Допустим, я бы себе его не покупал бы, ну, как бы на охоту. Но, а так, в качестве подарка, такой, в принципе, пацанский. Но, что хочу сказать, допустим, вот форма клинка продолговатая такая. Мне, допустим, удобнее работать с такой формой. Разделывать небольших животных, типа зайца. Там тоже косулю именно такой формой, чем таким широким скиннером. Ну, чисто для меня удобнее. И мясо тоже порезать, и шкурку там где-то подобраться снизу. Ну, нож наточен, в принципе, хорошо. Ну, можно было подвести. И тут сертификат лежит. Коробочка очень красивая такая, можно подарить спокойно. Ну, достойный нож. Я люблю вещи, которые сделаны руками, они штампованные. Просто класс. Буду пользоваться. Ну, в интернете там есть обзоры, там люди рубят ими гильзы, гвозди. Я думаю, вы с легкостью можете найти и посмотреть. Я не буду издеваться над ножом, я им поработаю месяцок-другой, может больше. Ну, и потом как-нибудь обязательно оставлю свой отзыв. Ну, я уже могу сказать, что, допустим, по зайцу мне будет очень комфортно работать. Да, может, гарда это будет немножко мешать где-то. Но, я думаю, это не критично. Даже потом уже бобру, если его... Ну, он острый, остренький. Ну, мне лично очень понравился. Не знаю, как вам. По-моему, класс. Ладно, я уже тут заговорился. Надо садить подсадную и идти охотиться. Вот такая вот финночка от кузницы Барк. Ссылка будет в описании. Заходите, смотрите. Ребята делают классные ножи. Будет у меня новый ножик в коллекции. Из трех ножей. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не знаю видно было нет Вот так решил на подлете в общем стрельнуть Ну в принципе можно было посадить Но так интересней С полем А перед этими двумя селезнями Вот там видно лебедь В конце этого старичка Вот оттуда от лебедя селезень вылетел Ну не знаю, то ли меня увидел То ли что-то ему не понравилось Ну он выплыл, чуть-чуть подплыл Ну далеко еще было стрелять Я не знаю, но вряд ли на камере будет видно И меня срисовал и обратно полетел Сейчас покажу свой способ разделки ут При котором утка занимает Минимум места уже разделанное И мы можем ее С минимальным объемом засунуть в холодильник Там в морозильник Осенью часто Ну в морозильник забит всякими там Ягодами, грибами на морозе И когда настреляешь уток Уже мало места куда впихнуть И получается, что нужно как-то Минимизировать пространство Вот сейчас я покажу способ Которым пользуюсь я Заодно сейчас протестируем эту финку Так, вот наш селезень Я разрезаю по хребту Делаю надрез Вот здесь по ребрам С одной и со второй стороны Так Хвостик тоже отрезаю Мне не нравится Там находится железа Которую утка смазывает перья Поэтому я его чиви Я все буду В принципе это все съедобное Но я У меня есть Собач Охотник тоже Вот она лежит Покажись Чивка О, такое у нее пузико Ждем пополнения новых охотников Хорошая девочка Собака тоже заслуживает вкуснятинки Поэтому я Некоторые части утки Варю чиви Так, вот я сделал два надреза Семенники Собаки Ну, все в принципе Это съедобные эти части Кто-то их ест Я отдаю их Собаке варю Так, ну кишки я выбрасываю Купец тоже съедобный Печень собаки Здесь находятся ребра Отделяем их от грудной кости Этой широкой Просто отрываю Трубчатые кости Которые в крыльях И в ногах Их собаке нельзя давать Потому что Они как бы не перевариваются И собака может проткнуть себе кишку Какую-нибудь Так, с этой стороны тоже ребра С этой стороны тоже ребра Удаляем Удаляем Так, вот что у нас получается Вот эту кость Которая сзади Которая идёт Ноги Тоже отрезаю вместе с хребтом Шея, в принципе, её можно оставлять Но Я всё это Чиви отдаю Она Заслуживает этого Я считаю И с меня него будет И мне, и ей хорошо Всё, мы будем собачки варить Так, ну, в принципе, уже практически готово Исключицу надо отделить Вот так вот я выламываю Всё, и быстренько подрезаем Вот эту кость надо удалить Большую Нож, в принципе, нормально режет Мне нравится Удобно Аккуратненько так Отделяем её Ну, эту кость я собаке не отдаю Она большая Тут ничего на ней нету Я её выбрасываю тоже вместе с кишками Так, ну, вот Всё, что у нас получилось Вот такая утка была Большая Её можно вот Буквально в кулак Скомпоновать И всё самое ценное осталось И будет занимать Очень мало места Всё, в принципе Можно готовить Что по ножу Ну, нормально справился С задачей Как бы это, конечно Несерьёзное Но Вполне себе неплохо А, вот здесь забыл Эту кость вырезать Тоже её сейчас Ну, её можно оставлять Эту кость Как бы и шею Можно оставить С позвоночником Ну, позвоночника Там вообще нету В принципе, мяса Ну, собачки Собачка заслуживает Всё Вот она Уточка Спокойненько Ложим в морозиловку А потом готовим Вот такая вот охота Нож неплохой Кому интересно Заходим по ссылке Оцениваем видео Подписываемся на канал Увидимся в угодьях Субтитры сделал DimaTorzok